Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июня. Сейчас буду рассказывать, как поливать томаты в открытом грунте. Вот как только мы высадим томат в открытый грунт, у нас сразу возникает вопрос. Когда начинать поливать? Как поливать? Вопросов очень много. Я только что рассказывала, буквально несколько дней назад, о поливе томатов в теплице. Но тут немножко другая история, хотя все похоже, вопросы возникают те же самые. Вот смотрите, что спрашивают по поводу полива, особенно начинающие огородники, которые еще, возможно, не смогли приспособиться, как поливать. И вопросы бывают вообще разнообразные. Для того, чтобы вы поняли, насколько это многосторонний, такой многогранный вот эта вот тема, я сейчас вам примерно расскажу, ну как озвучу, какие вопросы приходят. Вот от чего зависит количество воды, которое нужно выливать? Какой полив любят томаты? Ведь мы все знаем, что есть растения, одни любят полив под корень, другие любят вот такое, как... Ой, подождите, сяду, долгий разговор. Другие любят такое вот, как опрыскивание. Потом, как увеличивается вот количество воды в зависимости от взросления? Ведь мы высаживаем маленькие томатики, а потом-то они все больше и больше. Ясно, что количество не может быть одинаково. А потом, на что влияет от переувлажнения? Потому что здесь же может быть дождь, в отличие от теплицы. Мы не можем здесь регулировать влажность грунта. Вот у нас дождь сейчас льет какой день, и у меня даже лужи. Вот хожу по дорожкам, чавкает. Вот на что может влиять такое переувлажнение? И на что влияет, наоборот, пересыхание, если мы забываем поливать? Когда лучше поливать, утром или вечером? Это тоже интересует людей. Какой водой поливать, холодной или теплой? Потом, сколько воды лить в лунку за раз? Вот вы видите, какое разнообразие вопросов. И каждого человека, любой из этих вопросов интересует. Потому что знать нужно все. Начинаем все сначала. Когда я в теплице говорила, что если бы у меня спросили, какой полив нужен томатам, я бы ответила одним словом, разный. Вот здесь, в открытом грунте, это то же самое. Я могу слово в слово вам повторить, что полив томатов в открытом грунте не может быть одинаковый у всех, потому что у нас разный состав почвы. И я вот в теплице, когда сидела, я говорила, что даже на одном участке может быть в одном месте одна почва, в другом другая. Вот у меня песчаный грунт, чисто песчаный. Вот эта вот навозная земля как-то наложена. И те томаты, которым я не положила, вот этой черной земли, и там остался мой натуральный песчаный грунт, там вода уходит быстро, и там поливать нужно чаще. А вот здесь, где я накладываю привозной черной земли, тут поливать нужно реже, потому что все-таки это чернозем, поливая земля задерживается. Вот, от грунта очень зависит. Потом очень зависит от региона проживания. Опять же, и к теплицам это относится, к открытому грунту. Если в Краснодаре у них стоит жара, они уже сейчас говорят, что у них там и трещины, и все. Ясно, что им нужно поливать чаще, чем у нас в холодных регионах. Особенно вот у нас бывают такие периоды, что ни холодно, ни жарко. Польешь один раз хватает на 7, даже на 10 дней. Так, от грунта, от региона. От региона в общем и от погоды в частности. Вот у нас, я сейчас только что говорила, сейчас идут дожди. Каждый день и каждый день и каждый день. И вот я хотела сделать опрыскивание микроэлементами. Мне не позволяет погода. Я вот тот раз посидела с бутыльком, пошел дождь, я ушла домой. Вчера опять пошел дождь, я опять ушла домой. И не позволяет делать подкормки. И поэтому полив сейчас мне не нужен. Я, значит, могу даже 2 недели, может быть, не поливать. Если вот у меня такой увлажненный грунт, мне этого не нужно. Так, от погоды. И еще один фактор, очень важный, от фазы развития растения. То есть, взрослое оно или маленькое. Я вот и в теплице говорила, здесь тот же самый принцип. Молодой рассаде до цветения нужно намного меньше воды. В фазе цветения и плодообразования нужно повышенное количество воды. И потом, когда плоды нальются, и когда они уже будут созревать, тогда мы полив или уменьшаем, или вообще сокращаем, чтобы томаты не лопались, не трескались, чтобы не были водянистыми. И я уже говорила, что при сильном переувлажнении, если вода постоянно льется, вот, например, в открытом грунте, если идет дождь и дождь и дождь, в фазу, когда созревают томаты, томаты делаются водянистыми, кислыми. И многие, кто этого не понимает, грешат на сорта. Я вот очень часто слышала, например, ой, а мне вот этот сорт не нравится, он кислятина. А у другого человека, другой пишет, что он сладкий, прекрасный сорт, так, может быть, это зависит и от состава грунта, и от вашего полива. Поэтому перед тем, как говорить, что сорт кислятина, нужно разобраться, хороши ли условия содержания этого сорта у вас были, когда вот в тот год, когда появился у вас этот кислый плод. Не буду отвлекаться, все. От чего зависит, мы поняли. Значит, количество воды зависит от почвы, от региона, от климата, от погоды и от того, взрослые растения или нет. Дальше. Какой полив любят томаты? Томаты всегда любят полив под корень. Это было всегда, это рекомендации специалистов, поливать только под корень. Они не любят ни опрыскивания, ни увлажнения. Это не огурцы. Если огурцы и перцы, мы любят они орошение. Мы их часто делаем, прям я из шланга их орошаю, как можно сказать, душ-шарко делаю. Томаты этого не любят. Но я сразу сделаю такое отступление, что я вот, например, это правило обхожу. И вот когда у меня вот здесь всегда 500 томатов, ясно, что я все лето не буду с лейкой бегать вот так вот, всю жизнь положить на то, чтобы в каждую луночку под корень. Я показывала и в прошлом году, и в позапрошлом. Ставлю вот такую трубу, брызгалку, включаю на всю мощность. И она все, это поле в течение часа сверху, прям по головам, как не любят томаты, я поливаю холодной ледяной водой. Ничего. Сразу начинаю, если это делать, они привыкают. Когда они лучшего не видят, они считают, что это нормально. Но я сразу скажу, что это не рекомендовано, это неправильно, это нарушение. Но жизнь вносит свои коррективы. Все. Какой полив любят, любят под корень. И то же следующее. Какой водой любят поливаться? Ну ясно, что любят полив, а не теплой водой. Но опять же, не все могут это условие выполнить. И вы прекрасно понимаете, что когда у меня вот 2000 корней высажено, ну где я им возьму теплую воду? Ну тут даже смешно. Говорить даже не о чем. Я поливаю ледяной водой из шланга. И сразу, вот сейчас при посадке я показывала, прям беру шланг и в каждую лунку дополна ледяной холодной воды. Поверьте, ни корни не заболевают, ни они не чахнут, ничего. Просто самое главное, не должен быть перепад. Что вот сначала вы молодую рассаду высадили, вы ее холили, лелеяли, поливали тепленькой водой. Потом раз она выросла, вода теплая, у вас столько нет, и начали ледяной водой. Тогда уже растения, привыкшие к более комфортной теплой воде, они могут вам, ну, закапризничать, стрессануть. Или сбросят завязи, или цветы, или пожелтеют листья. Я сразу начинаю холодной водой. Но еще раз вам, это как заостряю внимание, что любят они все-таки теплую воду. И рекомендуют все специалисты поливать теплой водой. Если у вас всего 40 штук, то вы, может быть, выполните эти условия. Дальше, на что влияет переувлажнение? Открытый грунт, это все-таки открытый грунт. Если у вас идут часто дождики, если у вас достаточно и так влажная земля, не поливайте сами. Не надо. Переувлажнение особенно опасно вот в период, я уже говорила, когда плоды созревают, они делаются водянистыми. Могут даже, если вода поступает и поступает, вот в дождливое лето лопнувшиеся томаты, они же меры не знают, они глупенькие. Они пьют и пьют и пьют, начинаются трещины, в трещинах начинаются они загнивать, вот это вот болезни. Это все, переувлажнение, это очень плохо. Я всегда говорю, что томаты любят полив обильный, но умеренный. Все-таки какой-то перерыв между тем, как вот вода льет и льет, должен быть. Поэтому для томатов дождливое лето, это смерть. Это, во-первых, и заболевания всякие, и томаты невкусные, водянистые, они все полопаются, и фитофтура часто возникает раньше. Все, про нехорошее не будем, перелив нам не нужен. Но на что влияет пересыхание? Пересыхание грунта, то есть недостаточный полив, это ведь тоже плохо. На что пересыхание у нас может повлиять? Вот смотрите, сейчас вы высадили, вот они томаты, цветут хорошие, зеленые. Но если дождя не будет в открытом грунте, и если я их забуду полить, 10-12 дней, но неделю-то они вот с таким грунтом выдержат, 7-8 дней точно. Потом им будет недоставать, если пересохнет грунт, они начнут сбрасывать цветы и плоды. Так что имейте в виду, если у вас осыпаются цветочки, если у вас плоды завязываются маленькие и осыпаются, это еще возможно и от засухи, от пересыхания грунта. Когда не хватает влаги, оно уже не знает. Ну естественно и листья будут вялые такие, будут пожелтевшие, ну наступает медленная смерть. Если долго не поливать томаты, хоть и они, как сказать, теплолюбивые, они засухоустойчивые, но все-таки экспериментировать с большими перерывами не стоит. Нужно поливать умеренно. Дальше, потому что, вот когда лучше поливать? Про теплицу я говорила, что там однозначно все рекомендации специалистов поливать лучше утром, чтобы в ночь они не уходили мокрые, чтобы не развивалась фитофтора, там же плохо проветривается все. Ну и, кстати, в открытом грунте тоже рекомендуют все-таки поливать в первой половине дня до обеда, чтобы потом все это ветерок немножко подсушил почву, чтобы хотя бы верхний слой у вас, вот там где много мы налили, полили, чтобы там ничего не чавкало. И вот сейчас, вот смотрите, ветерок, он все равно немножко верхний слой просушивает, потому что для томатов, вы все знаете, сырость они не очень любят. И верхний слой, когда ветерком обдует, в ночь, чтобы они ушли не с каплями, не с лужами, а немножко в таком, в более-менее в увлажненном, но не совсем в мокром состоянии. Но если у вас уж сильно время не позволяет, например, если вы работающий человек, первая половина дня нереально, конечно, можно полить и вечером, особенно летом, когда жарко, когда теплая такая погода, все это подсохнет, и в жару, конечно, ни о какой фитофторе не стоит бояться, можно поливать и вечером. У каждого правила, вот которые пишут нам вот эти ученые, специалисты, всегда есть исключения, можно их обойти, можно как-то немножко мимо пройти. Потом, когда вот лучше полив начать сокращать и, может быть, даже вообще прекратить. Вот смотрите, когда я сидела в теплице, рассказывала про томаты, я вам говорила, что если нарисовать график, то он будет у нас так. Вот высадили рассаду, у нас до цветения полив умеренный и маленький, только зацветают, мы увеличиваем количество воды, увеличиваем, на него идет график, как в гору. И самый пик, это когда плоды наливаются, вот налились они все, самое большое количество воды требуют. Потом все, налились, вы оставили столько кистей, сколько надо, пять, все они сформировались и уже начинают, когда краснеть и буреть, все, мы сразу сокращаем количество воды. В этот период, если особенно есть какие-то дождики, можно вообще не поливать. Я вот рассказывала, в деревне в августе, когда уже налившиеся плоды, но еще зеленые, уже томаты вот так вот окучивают, прям подгребают, и в августе полив вообще прекращают, и тогда томаты, вот как созревая на солнце, без поступления дополнительной влаги, они становятся такими сахаристыми, арбузная мякоть, у них там большое повышенное количество сухих веществ, они долго хранятся, они вкусные на вкус вкуснее. И вот, ну это период у всех опять же разный, зависимости от региона. У кого-то, возможно, в августе уже сформируются они, и уже не нужно будет их поливать, а у кого-то это будет сентябрь. Вот я живу в сибирском регионе, у нас лето коротковато, и если мы вот так вот высаживаем и поздновато, мы же как в июне высаживаем, и они пока вот сформируются, пока что, и это у всех опять срок будет разный, смотрите по своим томатам. Если томаты налились, если плоды сформировались, резко сокращайте полив, и возможно, даже вообще прекращайте. Вода им в это время уже не нужна в этот период жизни, они уже сформировались, они уже взяли всё, что им нужно, им нужно теперь только набрать сахаристость, вот они вот там всё это перерабатывают, становятся красными, становятся сладкими, и в это время им не нужен полив. Но вы смотрите сами, это мы смотрим по форме плодов. Всё. Теперь, если спросить, например, задастся вопрос, сколько воды лить в лунку? Ну, короче, сколько воды нужно каждому растению? Тут ответ такой. Воды нужно столько, сколько достаточно для жизни вашего растения, хорошей, комфортной, в соответствии с вашим регионом, с вашим грунтом, с погодой в данный, в частный, вот в данный момент, и в зависимости от фазы растения. То есть, если, ну как всё это собрать, подвести итог, то после высадки, рассады, до цветения, если у вас грунт не совсем песчаный, нормальный средний грунт, если стоит средняя погода, то растению достаточно всего там 2 литра за раз, и до высыхания. Через сколько высохнет, это вы сами смотрите. Может, кто-то через 3 дня будет поливать, кто-то раз в неделю. Я в теплице первый месяц поливала раз в 10 дней. Ясно, что в Краснодарском крае 10 дней никто не выдержит, в теплице при такой жаре будут поливать чаще. Потом растение зацвело, начало формировать плоды, усиливайте полив. Усиливайте полив, но в открытом грунте учитывайте, если вот такие дождики, я вот прям перекрестилась, весь огород полила, так хорошо, мне теперь не поливать неделю дней 10. Смотрите, в открытом грунте всё усложняется дождями. Если идут дожди, естественно, не поливайте вообще. Всё, до свидания. Я надеюсь, я, ну я постаралась как можно подробнее рассказать. И вот кто только начинает, самый главный ориентир у вас, это, конечно, фаза растения. Самый большой полив нужен, когда формируются, когда наливаются плоды, когда они цветут. Всё, потом уже, когда плоды будут висеть целые, готовые, не переливайте, вы можете испортить качество плодов. Будет плохая лёжкость, будет плохой вкус, никому не нужны кислые водянистые, чтобы вы потом не говорили, что этот сорт нехороший. Все сорта хорошие, в хороших руках, все томаты сладкие, все томаты вкусные. Нужно только знать, вот найдёте к ним подход, у вас не будет ни одного кислого сорта. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Я радостная, что мне поливать не надо много дней. Я желаю вам... Вот смотрите, всегда была бы такая погода. Ночью пролил дождь, днём солнце благодать, ночью бы опять дождик через два дня, а потом опять солнце благодать. Но таких райских мест, наверное, нет. Так что надо трудиться, трудиться и ещё раз трудиться. Я пошла.